Следующая работа, про которую сразу что хочется сказать. Редкий сюжет и хороший год. То, что это Немухин, здесь уже говорить, наверное, не надо. Все знатоки, любители шестидесятников, вообще уж Владимира Немухина, тем более, конечно, сразу узнали. Конечно, сразу узнали. Работа называется «Игра в петуха». 1998 год. Год хороший. Нам не сразу скажут, а какие годы плохие, какие хорошие. Ну, здесь есть такая тонкая грань, скажем так. Там серьезные, слово серьезные в хорошем смысле этого слова. Знатоки и коллекционеры любят, предпочитают что-нибудь вот такое пораньше, из ударного периода творчества. Это как раз 70-е и 90-е. Вот прям когда работы из этого периода попадают на торги, это всегда явление, это всегда серьезный торг, борьба. И, конечно, те, кто приобретают, приобретают супер. Все всегда очень довольны. Перед нами 98-й. Ну, а мне скажут, а какой не очень? Двухтысячный, что ли? Ну, тут по-разному. И здесь сейчас вот у нас есть отдельный ролик про Владимира Немухина. Я вас туда переадресую. Посмотрите на YouTube-канале. Много, что можно для себя почерпнуть, открыть, узнать и так далее. Вернемся. Редкая тема. Игра в петуха. Я к седу своему, кстати говоря, не знаю, что это за игра. Я вообще не очень картежник, так же, как и Владимир Немухин. Тоже не очень картежник, если не сказать вообще. Речь о другом. А вот этой эстетике, да, про которую мы с вами не раз говорили, из того же ролика, вы узнаете много дополнительно интересного. Но сюжет очень редкий. Ну, а скажи, какие у него нередкие сюжеты? Ну, все, что связано с ломберными столами, в большом количестве и так далее. Здесь еще отметим размер. А вот что пишет Владимир Немухин. Пардон, Валерий Силаев, конечно. Та же самая история имеет музейное значение. Имеет музейное значение. И в данном случае мы тоже с этим согласны. Вот это сочетание музейного качества, уровня, какого-то редкого творческого значения и в хорошем смысле коммерческого, да, потому что здесь такое понятие, как коммерчески успешный сюжет. Вот в данном случае это как раз так и есть. Совпадает наше мнение музейного сообщества и нашего коммерческого. Однозначно. Более того, добавлю, эту работу мы знали и до вот этих всех событий. Ушла в очень хорошую коллекцию, в очень хорошие руки. Видим по оформлению. Человек делал для себя. Не собираясь с этим расставаться ни в какие ближайшие годы. Тем не менее, видите, ситуация складывается так, что приходится некоторым серьезным покупателям, коллекционерам расставаться отсюда, отсюда. Вот такого качества и количества великолепных работ, о чем мы не могли мечтать. Там вспомнить 3-5, а уж тем более 10 лет назад, чтобы на открытые торги поступали в таком количестве, такого качества и уровня художников, это звучало бы фантастикой. А сейчас что, не аукцион, который надо купить весь, как и в нашем сейчас случае. Сразу великолепная мини-коллекция. Великолепная, которой можно хвастаться. Но вот такого Немухина захочешь себе приобрести, не сразу получится. Если не сказать большая удача, подловить редкий сюжет у Немухина. Вот, пожалуйста, нашему своему вниманию. Воспользоваться, воспользоваться. Завершаем наш обзор еще одной редкой работой. Перед нами Марлен Шпиндлер. Само по себе уже редкость. Далее. Город. 1968 год. Смотрите, что мне написал Владимир Богданов. Вам большой привет. Работа Марлена Шпиндлера такого уровня редкость на аукционном рынке. Кропотливый, мрачный, пастозный городской пейзаж. Крепкая работа 60-х годов. Примерно в это время Шпиндлер работал на комбинате, сейчас, 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 сейчас. Оформителем на комбинате декоративно-прикладного искусства. Вместе с Михаилом Шварцманом, с которым впоследствии они разругались. Судьба непростая. Человек был сложный. Три раза сидевший. И, кстати говоря, вот эти вот тюремные его темы очень востребованы коллекционерами. Но это отдельная история, про нее как-нибудь расскажем. Конкретно к этой работе, возвращаясь в поле нашего, в наше поле зрения, она попала года два назад в одной квартире одного коллекционера, на которую он мне показывал, похвастался, что у него есть Марлен Шпиндлер такого уровня и качества, и сказал, что не продаст никогда. Вот, вот, никогда. Все вот это, вот это, вот это, а там было на что посмотреть, это, пожалуйста, когда-нибудь не жалко, расстанусь. А вот с этой точно никогда. И вот видите, как поворачивает судьба? За окном, да, которое стучится в наше историческое время. Вот так поворачивается. И, тем не менее, это дает возможности вам, нам, коллекционерам, нам, продавцам, вот наши аукционы в вашей коллекции, что называется.